Сцена культурного центра Мы все ждем 8 марта, ждут мужчины с нетерпением, потому что это возможность сказать всем женщинам самые красивые слова, подчеркнуть, какие они мужчины. У меня 8 марта означает лишний раз повод поздравить своих любимых женщин, родителей, супругу, дочерей, уделить внимание. Я считаю, что это лучший праздник. И вот в адрес всех женщин звучат поздравления и слова признательности в качестве музыкальных подарков, выступлений вокалистов и хореографических коллективов Чистополя, ритмы детства, панда, ветер перемен. Гость программы – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист республики Равиль Харисов. Я уже получила подарки от самых моих любимых, конечно, от своих внуков. Это самодельные подарки, это рисунки. И я знаю, что меня еще ожидают сюрпризы. У меня, получается, две мамы, супруга и три дочки. То есть у меня это много женщин, да, много подарков. Самый, наверное, большой подарок – это любовь к ближним, чтобы любили и уважали. Большего, наверное, и не нужно. Развитие творческой самостоятельности, выразительности речи, художественно-образных навыков. В детском саду комбинированного вида «Радуга» этому уделяется особое внимание. Здесь ежедневно пребывает более 240 детей – 10 групп общеразвивающих и две группы, компенсирующие направленности для детей с частичной потерей зрения. Все они постоянные участники праздничных событий. Мама, дарья, бабушка, люди говорят. И до нас, бабушку, очень-очень рады. Давайте по-другому. Каждый раз дошкольное учреждение пополняет свою гардеробную новыми детскими костюмами. Их ежегодно шьют сами сотрудники детского сада. В этот раз дети продемонстрировали своим мамам русские национальные костюмы в честь масленичной недели. К весеннему женскому дню в программе детского сада традиционные поздравления. Малыши и дети постарше показывают родителям свои достижения, участвуют в конкурсах, показывают свою эрудицию, поют и танцуют. В контрольно-счетной палатой такие проверки проводятся регулярно. Как расходуются бюджетные средства, в том числе и в сельских поселениях, проверяется в рамках внешнего финансового контроля. В 2018 году все выявленные нарушения устранены в сроке. Это повторяющиеся виды нарушений. Нарушения при исполнении заключенных контрактов, питения бухгалтерского учета и составления отчетности. В сфере муниципальных контрактов по закупкам продуктов питания и по трудовым контрактам в образовательных учреждениях нарушений не выявлено. Проверки прошли совместно с финансово-бюджетной палатой. А вот отделением экономической безопасности МВД и следственным отделам выявлено и раскрыто свыше 30 преступлений. 16 из них – коррупционных. Доля возмещения ущерба по уголовным делам составила свыше 8 миллионов рублей. Среди фигурантов дел – должностные лица Чистопольского хлебозавода и одного дошкольного учреждения. В отношении главного руководителя детского сада номер 20 было задокументировано преступное деятельность похищения бюджета. Денежные средства учреждения на общую сумму более 4 миллионов рублей. Чистопольским межрежаторским комитетом было возбуждено направлено в суд 8 эпизодов в отношении должностного лица указанного дошкольного образовательного учреждения. Здесь также фигурантов в суде. Среди уголовных дел – браконьерство с участием должностного лица, дача взятки сотруднику автоинспекции. Другие не менее злостные нарушения – подача должностными лицами заранее неверных сведений о доходах, расходах и имеющемся имуществе. Все эти картины выполнены в авторской оригинальной технике с использованием различных материалов – кожи, дерева, металла, ткани и даже драгоценных камней. Работы уже побывали на выставках в Москве, в Эстонии, Италии. Последние три месяца находились в казанской мечети Кул-Шариф. Их автор – архитектор и художник из Москвы Евгений Хайлов. Сегодня полотна представлены в Чистопольской мечети Анас. Ориентируюсь уже в исламе и довольно много уже знаю. А то, что знаю, я стараюсь вот так передать какими-то философскими размышлениями в своих картинах. После окончания архитектурного института Евгений Хайлов проектировал объекты Бама и Байконура. А более десяти лет назад стал главным архитектором проекта по строительству и реставрации Московской соборной мечети. Это изменило его творческое кредо. Он начал изучать архитектуру мечетей, историю ислама и арабский язык. Так и зародилась идея писать картины на восточную тематику. Находясь совершенно в другом вероисповедании, человек вдруг увлекся мусульманством настолько, что сумел передать такие глубинные стороны мусульманского народа, что когда я это видела, у меня просто вот рядом ощущения такие возникали, что я понимала, что это люди должны видеть, это должны как-то говорить об этом. То, что вы именно как русский человек, как православный человек, именно занимаетесь изучением ислама, занимаетесь изучением Корана и несете это у массы, это тоже большой вклад в укрепление дружбы между народами, между религиями. Тоже вам большое спасибо. Открытие выставки в Чистополе стало событием для всех ценителей искусства. Они поблагодарили художника за возможность лично увидеть его работы. Одна из последних картин – «Аврамическое дерево». Она посвящена единству религий, ислама, иудаизма и христианства. Для Евгения Хайлова это важная тема, которая придает особый смысл всей выставке. Отряд, мы приветствуем вас! Чистопольская высельская школа на зрение для вас! Участники муниципального фестиваля – молодежный отряды профилактики правонарушений Чистопольского центра «Форпост». Все они представляют на суд жюри литературно-музыкальные композиции «Слава тебе, солдат!». Военно-патриотическая тематика выбрана не случайно. Фестиваль посвящен 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Мы занимаемся профилактикой правонарушений, в первую очередь, в молодежной среде. Мы нацелены на защиту интересов молодежи и населения от криминала. На самом деле мы существуем, конечно же, не 20 лет, 20 лет – это новейшая история Татарстана. С середины 50-х годов, то есть уже более 70 лет». На фестивале руководства района и Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Они вручили благодарственные письма за активную гражданскую позицию ветеранам МВД и активистам движения. В адрес форпостовцев прозвучало главное пожелание, чтобы их деятельность не прекращалась. «Чтобы служение нашему городу превратилось в служение Отечества. А самое главное, чтобы вы понимали, что значит любить свою родину, что значит быть патриотом, что значит творить добро. Потому что эти ценности всегда будут на протяжении всех веков. И я думаю, что вы эти ценности будете вкладывать в своих детей». Участие в муниципальном фестивале для отрядов – событие значимое. По решению жюри, лучшую литературно-музыкальную композицию представил отряд профилактики из 5-й общеобразовательной школы. Второе и третье места завоевали ребята из гимназии номер один и Каргалинской гимназии. Дипломы за активность получили отряды кадетов и Чистопольско-Высельской школы. Крящинские коллективы из Чистопольского, Новошишминского и Алексеевского районов встретились на одной сцене в Чистополе. Именно здесь состоялась праздничная программа в рамках муниципального месячника крящинской культуры. В репертуаре выступающих – народные песни и пляски. Деверь открыта для всех. Крящины не противопоставляют себя никому. Просто задача – сохранить свои традиции, довести до подрастающего поколения. В процессе праздника – национальные игры, выставки старинной одежды крящина и самых популярных блюд. Здесь же мастер-классы по работе с пряжей и шитью валенок. Поделился секретами своего мастерства Василий Бонифатьев из села Бахта. Он профессионально подшивает и утепляет валенки. Ведь так делали когда-то и дед, и прадед. До сих пор деревня. Эта традиция сохранилась. Работа с шилой. Осторожно столько. Не знаю, для наших деревенских жителей ничего сложного нету. А не знаю городских. А вы где научились? У себя в деревне. Отец подшивал, дед подшивал. От них и остался. То есть вы все умеете? Все умеем. Прялка и веретено – привычные атрибуты быта для Нины Никитиной и Валентины Чепыжниковой. Умение работать с пряжей и плести нитки им передалось от бабушек. Эти навыки мастерицы также продемонстрировали на мастер-классе. Наши бабушки вот так делали. Мы смотрели, когда маленькие были. Она все время пела сама и рассказывала какие-то интересные истории. А мы слушали и смотрим, смотрим. Что-то нитка все тянется, тянется. Она все рассказывала. И нам очень интересно было. За активную работу по организации и проведению месячника кряшинской культуры все участники праздника получили благодарственные письма от имени руководства муниципального района, Республиканской общественной организации «Кряшин» и Ассамблеи народов Татарстана. Аплодисменты. Аплодисменты. Время. Желают. Аплодисменты. Jubilee. Играя. 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 Продолжение следует...